Всем привет! Меня зовут Дмитрий Рогачёв, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами видео вроде бы длинное, тема всего лишь одна, очень важная, хотя и кажется, что не настолько ценная для абсолютного большинства людей. Сегодня у меня 12 марта, я снимаю этот кадр 12 марта. Вчера 1.12 марта 2024 в Москве прошла презентация поезда метро Москва 24, и первый поезд вышел на линию. Было очень много слухов о том, что он выйдет, не выйдет, много дат, много так называемых инсайдов и прочего. Но самое главное, что вчера вандалы, которые в московском метрополитене решили проактивизироваться, стали портить жизнь, и, к сожалению, огромное количество людей, которые интересуются транспортной темой, не очень разобрались в вопросе, и некоторые даже стали обвинять в этом меня. Хотя для меня это смешно и странно, но я решил, что раз у меня есть прекрасная возможность четко по фактам вам сказать, я вам объясню, что надо больше думать и смотреть большее количество транспортных блогеров любого уровня, для того, чтобы максимально четко анализировать сложившуюся ситуацию. Итак, вчера, 11 марта, выходит первый поезд Москва 2024. Его снимало огромное количество людей, он вышел из депо Сокол, поехал в сторону центра города и на юг. Огромное количество людей делало фото и видео, вы наверняка это видели уже в интернете. Меня там не было, потому что я на подобные моменты не очень активно реагирую, потому что снимать в такой толпе сложно, а для того, чтобы подать вам именно нужный материал, иногда стоит эту толпу пропустить и потом через какое-то время спокойно отснять. Так получилось, что я потом попал на этот поезд уже, когда он шел второй круг по московскому метрополитену, или, может, даже третий. Тут не принципиально важно. Я сел на Маяковской, поехал спокойно в сторону Ховрина. Ко мне подходило большое количество людей, там человек 10, 15, может, даже 20. Мы здоровались. Кстати, привет всем, кто подошел. Спасибо, мне было очень приятно. Потом этот поезд доехал до Ховрина в 17.04, специально акцентирую ваше время, в 17.04. Он ушел под оборот, потом спокойно вышел из тупиков станции Ховрина, поехал в сторону центра города. И после этого я вышел на станции Водный стадион для того, чтобы в обратную сторону, снова на Ховрина поехать и дождался второго поезда Москва-2024. И вот этот момент огромное количество людей почему-то выпускает. Кому-то это невыгодно, а кто-то просто стыдится признаться того, что было два поезда, и люди их просто путают. Вандалили в первую очередь, первый поезд, о котором я говорил. Когда я сел на второй поезд, я доехал на нем до станции Ховрина. Да, там были некоторые глюки с дверьми, но в целом мы ехали. И когда я приехал на станцию Ховрина, я стал снимать видео для Шортса с отправлением этого поезда. И получилось вот такое большое видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 активностью, кто-то просто не умеет проигрывать или признавать другое мнение. Смысл в чем? Например, когда открывали станцию метро Электрозаводская, все радовались. А до этого, до открытия Электрозаводской Большого Кольца, было несколько не очень хороших событий. Одно из которых самое знаковое было, когда школота прорвалась на территорию стройплощадки, тогда еще незаконченной станции, и стала бегать во всем пространстве, спускаться вниз, там, где монтировали эскалаторы, и в целом просто гадить рабочим. И, к сожалению, некоторые паблики стали рассказывать о том, что вот молодцы, они показали контент, вместо того, чтобы их осудить и эту всю позицию показать с неправильной стороны, что так делать не нужно. Но, к сожалению, огромное количество людей сказало, что это нормально, ну а что, подумаешь, ничего ж плохого не сделали, действительно, на стройплощадку-то пролезли, слава богу, ни с кем никаких ЧП не случилось. Потом было множество ситуаций, когда люди ругали и Волги, и прославляли ласточки, и там вообще вопрос, как можно сравнивать поезд, которому лет 10, и который появился вопреки, вопреки, а не благодаря с поездом, которому изначально больше 25, по-моему, лет. Я не помню, когда первый поезд Сименс Дезира вышел на рельсы в Германии, а разрабатывался он еще раньше, и это был не первый поезд для Сименса. Сейчас, в последнее время, количество новостей по поводу будущего строительства московского метрополитена, и не только, постепенно сокращается, потому что сокращается финансирование, вопросов много, но это не тема для обсуждения. Тема в том, что одни переключаются на обсуждение инсайд, 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 хотя 99% этих инсайдов никакого отношения к реальности в итоге не имеют. Другие начинают распространять информацию, что этот прав, этот неправ, мерить всех количеством подписчиков, мерить всех ценностью, и даже меня, например, меряют по картавости, ну, пожалуйста, мерите. Очень жаль, что некоторые люди так и не понимают, что манера подачи человека иногда намного ценнее того, как четко или нечетко он произносит некоторые звуки. Но такого есть, и все это поводы для обычных срачей. Мы все, получается, сремся ради сремся. И у меня тоже были конфликты, в том числе за кадром, с людьми, которые позволяли себе высказывать что-то в мой адрес, а потом, а не, я никого не оскорблял. Ну, как бы, ладно, это ваше право. Это главная задача нашего транспортного комьюнити, если уж хотите, развиваться, двигаться вперед и уважать другие мнения, и не допускать распространения и пропаганды всего того, что сейчас происходит. Ну, и я решил добавить такой момент, ответ на вечный вопрос. Ну, а ты предложи что-нибудь? Че ты просто так говоришь-то? Есть очень конкретные пункты, которые были придуманы задолго до нас в абсолютно разных сферах жизни. Во-первых, конечно же, такие люди хотят, чтобы о них говорили, им это приятно. И так делают люди, которые совершают очень тяжелые правонарушения во всех странах мира уже в течение множества веков. Мы с вами можем гораздо меньше это обсуждать, гораздо меньше выкладывать подобные материалы в своих блогах, каналах, телеграммах, где угодно, и таким образом давать им меньше славы. Они в любом случае будут друг перед другом хвастаться, мериться письками и все остальное, что хотите, но мы, по крайней мере, можем уменьшить эту активность, и может кому-то, кто хочет большего количества славы, придется перейти в другую категорию и заняться чем-то более приличным. Есть второй пункт по поводу инсайдов и всего остального, что приводит к куче срачей и тому подобного. Очень хороший пример – это зарубежные англоязычные сайты, которые публикуют слухи о различных айфонах, смартфонах на андроидах, смарт-часах и прочих гаджетах и всем, что с ними связано. У некоторых из этих сайтов есть что-то типа рейтинга слуха, когда самые слабые слухи помечаются как вероятность 10-20%. Это на уровне, знаете, может быть в 2035 году Троицко-Балашихинская линия будет вместо Троицко-Некрасовской. А может не будет, никто не знает, это просто пустили слух. И таким образом вероятность 95-100% для тех моментов, когда уже точно сказали, что открытие станции метро Корниловская будет 1 сентября и уже есть последний аврал на стройплощадке. Таким образом это все будет слухи, а не 25 инсайдов, которые 24 раза потом отменялись и переносились. И это уменьшит количество напряжения. И третье это ваша адекватность в числе разделения людей между условно интересующимися, любителями, фанатами и фанатиками. Интересующиеся это люди типа меня, которые не погружаются в глубокую технологическую часть, могут чего-то не знать и не стесняются совершать ошибки. Таким образом большую часть материала подают для обычных интересующихся людей. Любители это те, кто больше погружены. Я может быть в каких-то моментах отнесу себя к любителям, но в целом скорее нет. Но это люди, которые адекватно относятся к этой теме. А дальше идут две категории, которые очень сравнимы с любителями футбола. Ну как с любителями? С фанатами и фанатиками. И это у нас тоже очень сильно путают. Во-первых, фанат это тот человек, который в первую очередь любит свой клуб. Грубо говоря, это тот, кто любит футбольный клуб Спартак, например, ходит на его матчи, болеет за свой клуб. А фанатик это тот, кто в первую очередь ненавидит ЦСКА и Зенит. И только во вторую очередь он любит Спартак. И он это чаще всего не признает. Здесь точно так же. Просто проведите аналогию с новыми и старыми поездами. Вчера в том самом поезде, когда мы общались с большим количеством людей, кто-то в шутку говорил спасибо за детство, а кто-то более серьезно подходил, благодарил за видео. И был даже случай, когда человек сказал, что именно благодаря моим видеороликам он заинтересовался темой и пошел учиться. Может быть он действительно в будущем станет более значимой фигурой в метростроении, в проектировании поездов или в чем-то еще. И вот это действительно круто. Я ни в коем случае не хочу доходить до той ситуации, когда люди начнут говорить, смотри того, не смотри этого. Нет, смотрите всех, кого хотите. Каждый контент имеет право на существование. И каждая манера подачи тоже имеет право на существование. А вам нужно уметь анализировать контент, независимо от того, сколько вам лет учитесь ли вы в пятом классе, или у вас уже давным-давно есть дети и внуки. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.